Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Про Цветок. С вами я, Сергей Жардецкий, и сегодня я расскажу вам о Баверии. Что же это такое? Итак, Баверия, что же это такое? Ну, начнем с того, что основной вопрос, который я слышал у подписчиков и зрителей канала Про Цветок, это вопрос о том, можно ли Баверию культивировать. И здесь самостоятельно. И здесь есть несколько подводных камней. Конечно же, как гриб Баверию можно самостоятельно культивировать. Но дело в том, что так же, как и люди по своей природе отличаются вкусовыми предпочтениями, и в особенности это связано даже с какой-то национальностью, то же самое можно и наблюдать у Баверии. Приведу пример. Вот представьте, сколько процентов белорусов, попав в ресторан, съест сырую лягушку, ну, без кожи, которую просто при вас обдали кипятком, для того, чтобы она характерно, скажем так, подергала ножками. Я думаю, что и одного процента не наберется, кто бы рискнул бы это отведать. А китайцы же считают это деликатесом. То же самое и с Баверией. Баверия – это гриб, который паразитирует на обитающих в почве патогенных насекомых. Ну, взять личинку майского жука, королатского жука, белокрылки, тли, плодовые мушки, что только не проходит в какую-то стадию размножения в почве. Вот именно личинки и являются в основном целью номер один для Баверии. Если же мы Баверию выделим из почвы, перенесем ее, скажем-то, на какие-либо органические остатки, отруби, муку, крупу различную или же опилки, Баверия переключит свой метаболизм непосредственно на то, чтобы питаться именно этим, именно таким субстратом она будет заинтересована. И ее, скажем так, активность по отношению к насекомым будет снижена. Попав в почву, она предпочтительно будет употреблять непосредственно органику. Тот препарат Баверии, который используется непосредственно в коммерческих препаратах, культивируется на специальных средах, которые позволяют Баверии использовать именно белок, скажем так, живых насекомых. И именно этот белок и этот субстрат для Баверии будет предпочтительным именно после внесения. Вот это ответ на вопрос по поводу возможности культивировать Баверию в каких-то домашних условиях. С другой стороны, если же вы собираете у себя на приусадебном участке паразитов, допустим, при вскапывании, при перепахивании почвы, вы личинки собираете, вы собираете королатских жуков с посадки картофеля, не выбрасывайте, не сжигайте этих насекомых собранных, а помещайте их именно туда, где вы культивируете Баверию. Скажем так, на отруби, на опилки, в какой-то чан, в какую-то посуду. И в таком случае вы на порядок буквально повысите активность Баверии, потому что она будет уже непосредственно живая, не в форме спор, и она будет, то есть ее вкусовые, скажем так, предпочтения вы направите именно в нужное русло. Хотел бы заострить внимание на таком вопросе по поводу, можно ли каким-либо образом активировать работу Баверии, то есть усилить результат внесения. Ну и тут, конечно же, работает элементарная логика, как вообще атакуют Баверия своих жертв, личинок, насекомых, как это все происходит. И мы должны просто-напросто хорошо представлять этот процесс. Дело в том, что так же, как и большинство хищников, жертвы, они выбирают по степени, скажем так, активности. То есть хищник зачастую атакует наиболее ослабленную жертву. Тот же принцип действует и с Баверией. В данном случае, если использовать препарат Баверии совместно с какими-либо инсектицидами, те, которые не всегда могут убить полностью, скажем так, насекомые или их личинки, которые могут просто уходить на глубину. Но, тем не менее, эти инсектициды ослабляют насекомых. И вот те насекомые, которые, те личинки, которые остались в ослабленном состоянии в почве, в почве они буквально же сразу же будут поражаться грибом. И время поражения будет уменьшаться до нескольких дней, буквально недели две. Если же мы используем Баверию дискретно, саму по себе, препарат Баверии, когда его лучше использовать и в каких концентрациях, конечно, результат будет только тогда, когда вы заделываете гранулы, скажем так, если этот препарат выпускается в форме гранул, на которых стабилизированы споры и гифы, то эти гранулы логичнее всего и оптимальнее использовать непосредственно при возделывании, при вспашке почвы. Как это обычно происходит? По осени или по весне. То есть по осени это заделка органических остатков после старого урожая. Эти органические остатки в дальнейшем будут хорошим подспорьем для питания Баверии, потому что Баверия так же, как и большинство почвенных грибов, способна употреблять органические остатки, грубо говоря, в пищу, разрушать их. Так и по весне, когда вы вносите органику, опять же, при вспашке, это либо старая мульча, скошенная трава, либо это навоз, либо это мелкие перепревшие остатки после срезки и обрезки сада, либо это компост. В данном случае, когда вы почву удобряете вот этими всеми органическими остатками, органическими удобрениями, удобно рассыпать, исходя из норм использования, гранулы, содержащие Баверию, и затем произвести вспашку или перекапывать почву так, как вам это удобно. Гранулы будут вместе с органикой помещены на некое, скажем так, удаление от прямых солнечных лучей в почву, где благополучно споры будут активированы при благоприятных температурных условиях и влаге. И затем при встрече с тем же насекомым, с личинкой, мы увидим, как этот грипп активно поражает свою жертву. Что касается препарата Баверии, я уже неоднократно говорил, что наиболее удобно вносить непосредственно гранулы. Гранулы при весенней и при осенней вспашке или вскапывании почвы. Если же у нас возникает необходимость пролить, скажем так, компостную яму препаратом Баверия, то можно приготовить все такой же для использования. Очень удобный раствор. Для этого необходимо по инструкции 2 чайных ложечки, можно чуть-чуть больше. Имеется в виду добавить горку в каждой ложечке. Ничего сложного, абсолютно. Данный грипп абсолютно безопасен для человека, поэтому его удобно отмерять. Данный раствор нужно немножко выдержать, для того, чтобы активировались споры, для того, чтобы они вышли непосредственно с минеральной основы, отделились. И далее этот раствор вполне легко использовать для проливки мульчи, для проливки компостной ямы, различных органических остатков и той почвы, где вполне могут обитать личинки различных вредных насекомых. На этом мой рассказ, я думаю, закончен. Будет наверняка очень много вопросов непосредственно в комментариях. Если надо, я отвечу на все. С вами был Жордецкий Сергей. До скорой встречи. Надеюсь, мой рассказ был вам полезен.